Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Ну что, мои хорошие, последний день зимы, 28 февраля, если я опять не ошибаюсь, но уже не буду подходить к календарю, по-моему, я права. И завтра у нас уже наступает календарная весна. Конечно же, это будет ещё зима. У нас очень-очень солнечно. Вообще, хочу сказать, в этом году зима очень солнечная. Очень много солнечных дней. Это поднимает настроение. Вчера по лужу, да и вообще вот два дня. Я не знаю, видно вам там дорогу или нет. Ну, в общем, текли ручьи. Потом это минус 4 было, всё подморозило. Но уже, друзья, чувствуется, в воздухе витает, что скоро всё это растает, все эти сугробы. И наступит весна. Наступит весна. Вывалим все на улицы. Будем гулять. У кого есть земелька, будем сажать. Овощи, фрукты, цветочки. В общем, будем радоваться жизни. Ну, а пока особой такой нет работы. Я ещё никакую рассаду не сеяла. Неделька у меня точно есть. Поэтому, друзья, я плотно-плотно занимаюсь вязанием. И сейчас я покажу, где же я пропадала, чем всё это время я занималась. Ну, а пока напомню, что вы видите вот эту шторку. И есть попетельный мастер-класс, который вы можете приобрести у меня, написав мне на почту mun69inbox.ru Посмотрите, какая красивая получается занавесочка. Я очень благодарна тем людям, которые уже купили мои мастер-классы. Я напоминаю вам, что я советую сохранять мои мастер-классы. Не просто хранить письмо со ссылками, которые я вам выслала, а по этим ссылкам переходить на YouTube. И скачивать видео на свой любимый носитель. Лучше, конечно, на флешку или отдельный диск. Ну, или на крайняк, на компьютер, если вы уверены в своём помощнике, что он там не сломается, и всё это может потеряться. Конечно, мне говорят, да, YouTube не закроют. Я не хочу, чтобы закрывали YouTube. Без него очень плохо. Полезная площадка. Но бережённого, как говорится, Бог бережёт. Поэтому, все, кто покупает мои мастер-классы, не забывайте их сохранять на ваш какой-то отдельный носитель. Давайте покажу продвижение по занавесочке. Продвинулась она у меня ещё на одну вот такую дорожку. Посмотрите, какая нежность и какая воздушность. Скорее всего, эта занавесочка пойдёт Анечке. Я сейчас здесь её, ну, как сказать, перегибом. Вот здесь у меня, боюсь поднимать, чтобы... Ну, вот всё, упала. Сейчас вот её опять сделаю и расскажу вам. Она неспроста упала. Она как будто мне подсказала, Лена, покажи эту красоту на полу. На окне свет падает с улицы. И всей красоты не видно. Вот, друзья, чем больше растёт вот эта занавесочка, тем, конечно же, она становится всё красивее и красивее. Но вот в данном случае вот этот размер занавески, это, скорее всего, пойдёт дочери. На это окошко, я вот сейчас вам показывала, я всё-таки хочу коротенькую занавесочку, чтобы это всё гармонировало вот с тем окошком. Там коротенькая занавесочка, и мне это очень нравится. Но ничего, я же дочери хотела связать. Вот это как раз пойдёт дочери. Если дочери, то мне ещё нужно связать шесть вот таких полосок, и занавеска будет готова. У неё, конечно же, шире окошко, а длина как раз та, которая ей нужна. Она тоже хочет укороченную занавеску. Там очень широкие подоконники, как столешница, и чтобы пользоваться этим подоконником, конечно же, чтобы удобно было всё брать с него, если там что-то будет стоять. А там, конечно же, что-то будет стоять. Поэтому длинная занавеска ей не нужна. Короче, вот такая красота у меня уже вырисовывается. Этот попетельный мастер-класс также есть. Он называется «Цветочки на дорожке». Так что пишите на почту для приобретения. Уже очень-очень много людей воспользовались этим мастер-классом. Пишут мне на почту приятные отзывы. Спасибо вам, друзья. Мне очень-очень приятно, что у вас тоже будет вот такая красота. Кстати, на базе вот этой занавески я хочу связать покрывало на кровать. Ну и потом, конечно же, связать такого же плана на волочке. И будет просто шикарный комплект. Так что на базе этого мастер-класса вы можете связать не только занавеску, можно связать покрывало, можно связать просто простейшую тунику-балахон, сделать вот там вырез или вывязать плечо и сделать боковые швы. И всё, вам готова летняя туника. Поверьте, тоже смотрится ну очень-очень красиво. По вот этой занавеске я практически не продвинулась. Потихонечку вяжу вот эти рядочки просто филейной сетки вверх. Это у меня, так сказать, проект вечерний, когда уже не хочется высчитывать, посмотреть на схему, высчитывать эти столбики, где чего провязать, когда глазки очень-очень устали, я сажусь вечером и продолжаю вязать вот эту занавесочку. Может быть, скорее всего, когда она будет готова, но она у меня намного, сейчас я вот на полу разложу, ну не намного, но значительно шире, чем та занавеска, которая уже висит на окошке. Вот такой процесс я имею в виду. Вот тут такую же занавеску. И, скорее всего, вот эту занавеску я повешу на это окошко. Пусть она немножко отличается по цвету, но, мне кажется, когда будет вот здесь два окошка с одинаковыми занавесками, ну, как-то будет комплект. А вот эту занавеску, скорее всего, его повешу на другое окошко. Я имею в виду вот на то. И тогда будет, ну, как-то всё очень-очень красивенько. Ну, а теперь, друзья, давайте я поделюсь ещё началом одного очень шикарного процесса. Посмотрите, какая красота! Сейчас вы видите моё вязание в виде подушки. И подушку я обязательно такую же, хотя бы одну, свяжу. Но вообще, это будет тоже покрывало или дорожки на вот этот угловой диван. То есть, будет дорожка вот здесь и вот здесь вывязана вот таким узором. Я не знаю, буду ли я делать мастер-класс для вас. Он очень, друзья, здесь трудоёмкий. Здесь практически 200 воздушных петель. Я имею в виду по ширине 196 или 190, что-то такое. Понимаете, чтобы мне сделать мастер-класс, мне нужно всё вот это, все эти 190 петель и здесь очень много рядов вверх. Ну, хотя бы до половины узора. Дальше узор будет повторяться. Вот. Но, скорее всего, сделаю и этот мастер-класс для вас. Уж очень, очень красивый рисунок. Как вы видите, я уже как-то в одном из видео говорила, что я люблю узоры, которые вот не просто вот такая однородная сеточка, да, а когда эта сеточка в одном узоре сочетается вот с такой сеточка, галочка, галочки я её называю, вот такая. И вот, когда вот такое сочетание в одном узоре, посмотрите, как красиво это смотрится. Также этот узор можно использовать. Очень красиво, друзья, будет смотреться в летней тунике. Вот это вот сочетание вот этих двух сеточек и вот такая вот форма. Представьте, что это будет повторяться, как минимум, ещё два узора, два рапорта узора будут повторяться и вот такая, такой узор ну в форме песочных часов, поверьте, будет хорошо удлинять вашу фигуру. Ну, может быть, какая-то излишняя полнота, лишние килограммы. Обычно в нашем возрасте у меня на канале женщины уже за 50 и, как правило, курпулентные женщины или женщины, имеющие лишний вес. Что касается и меня. Поверьте, вот туника вот таким узором это будет просто шикарно смотреться на вас. Тоже обычный прямоугольник можно связать, сделать вырез горловины, обязательно сделать скос плеча и, пожалуйста, под поясок очень красиво будет смотреться вот туника, связанная вот таким узором. Конечно же, я хочу такую тунику для себя, но сейчас я погрязла, просто погрязла, друзья, в вязании для дома, так скажем, домашнего текстиля, изготовлением всяких подушечек, может быть, каких-то поделок, вот у меня все хочется, мне сшить какие-то куклы, усадить их на вот эти стеллажи, на всякие полочки, ну, в общем, все то, что добавляет дому уюта, гармонии и какого-то умиротворения. Поверьте, друзья, когда вы это делаете вашими руками, то дом это чувствует, я верю в то, что дом это живой, так скажем, какая-то живая сущность, человек, нельзя сказать, но я считаю, что дом все это чувствует и, конечно же, будет благодарить и хранить вас в вашем доме, так что я очень люблю свой дом и сейчас, поверьте, мне как-то не хочется вообще вязать для себя. Тем более, я, знаете, словила себя на мысли, что ну, в деревне или в глубинке, вот так скажем, в провинции, в маленьких городах, вот в таком городе, как Чаплыгин, где особо ходить некуда, да и, друзья, если честно, не хочется, потому что мы живем сейчас на земле и есть куда выйти, вышел во двор, вот тебе и природа, занимайся. и поэтому все эти плечевые изделия, платья, свитера и так далее, поверьте, носить некуда. Вот, наверное, скорее всего и поэтому я переключилась на вязание для дома, вязание для интерьера. Так что и еще одна причина, по которой я переключилась на такое вязание, я уже как-то говорила, что такие вещи будут передаваться по наследству. все эти плечевые изделия, кардиганы, свитера, платья и так далее, они все равно имеют какую-то короткую жизнь. поносили вы там, ну, даже пять лет пусть, и все, уже это платье не хочется носить, уже оно принимает какой-то непрезентабельный вид и так далее. А вот такие вещи это будут рассматривать, держать в своих руках ваши внуки, правнуки, и, возможно, ваши дети будут рассказывать вам о вас, может быть, вас уже и в живых не будет, а вот эти вещи будут хранить тепло ваших рук. Поэтому я сейчас просто меня это все зацепило, поглотило, и я вяжу вот такие интерьерные вещи, я не побоюсь этого слова, шедевральные вещи для дома. Даже кто живет в квартире, поверьте, не обязательно нужно иметь деревенский стиль, но вот покрывало или подушечка вот в таком вот стиле, поверьте, добавит изюминку какую-то индивидуальность вашему дому, тем более, если вы свяжете это своими руками. Я расскажу, вернее, даже ничего не расскажу о пряже. Я так думаю, что это хлопок, потому что пряжа мягкая, нашла в закромах у себя вот такую пряжу, вообще без опознавательных знаков. Я не знаю, кто мне ее, может быть, это Леночка высылала из магазина Филата Итальяна, я не знаю, что это за пряжа, друзья, но я очень рада, что я ее нашла. Взвесила вот эти две бобинки, здесь, я так понимаю, бобинка по 500 грамм, ну, вместе, как это, с конусом, да, вместе с конусом там получается 554, 560 грамм, ну, вот как-то так. Ну, отнимаем конус, получаем, скорее всего, в бобинке 500 грамм. Вот у меня здесь две бобинки, то есть килограмм, и мне как раз хватит на вот эти вот дорожки для вот этого нашего углового дивана. На наволочку мне уже не хватит, а на дорожке как раз вот хватит этого килограмма. Ну, наволочку, может быть, я свяжу из каких-то остатков или еще порою у себя в закромах, может быть, она будет немножко другого цвета, но не хочу я сейчас распыляться на вот эту вот наволочку, потому что мне тогда не хватит на мою задумку на вот эти дорожки для углового дивана. А докупить эту пряжу, я не знаю ее опознавательных знаков, я, конечно же, не смогу. Поэтому буду вязать сейчас дорожку для дивана. значит, пряжа очень мягкая, но она толстоватая. Толстоватая для занавесок она, конечно, очень толстая. Сейчас я вот сниму эту красоту, покажу вам, ну, чтобы вы видели, что пряжа плотненькая. Для занавески она, конечно же, не подойдет, но вот для покрывала, для подушки очень будет хорошо смотреться. в общем, я посчитала, что вот здесь вот это вот, вот этот громаднейший квадрат, если так мы назовем это, да, рапорт одного узора, я взвесила, весит, так, чтоб мне не ошибиться, короче, 82 грамма, да, 82 грамма, я посчитала, что 82 и 82, 160 грамм, это на вторую часть, ну, он же будет вот так немножечко, да, ну, вот как раз два рапорта вот этих мне нужно будет связать. сейчас я здесь немножко вот, вот так, то есть два рапорта, смотрите, какая красота, вот просто на минуточку представьте, как это будет смотреться в покрывале, когда, ну, не покрывала, дорожка, да, дорожка, которая, вот, будет связана на вот этот вот наш угловой диванчик, когда будет несколько таких квадратов, это будет просто бомбически смотреться. Так вот, я чётко посчитала, что получается мне на одну вот эту вот часть дивана, а они одинаковые, что вот это, что вот так, это одинаковый, одинаковый размер. Мне нужно на одну часть шесть вот таких квадратов, ну, я буду, естественно, вязать дорожкой, вот, и мне как раз хватает вот этих двух бобинок, ну, красота будет просто неописуемая, я уже слюну упускаю, как же красиво это будет смотреться в интерьере. Вяжется, хочу сказать, ну, как, нужна внимательность, то есть, если сравнивать вот этот узор с узором занавески, я имею ввиду вот эту занавеску, то вот эта занавеска, это просто отдыхалочка, здесь все очень просто, просто и легко, а вот эта занавеска, конечно, ой, занавеска, вот этот узор требует внимательности, и, естественно, каждый раз нужно смотреть на схему, чтобы не ошибиться. Ну, ничего, преодолею я эти трудности, ну, потому что очень хочется, очень хочется это связать. Посмотрите, какая красота. Даже можно соединить вот такие четыре квадрата и получить скатерть. Кстати, если я буду делать мастер-класс, я покажу вам очень незаметное соединение вот таких квадратов филейной сеткой, то есть не будет вот этого края, когда свяжется второй квадрат или вторая дорожка, здесь же можно дорожкой вязать, не обязательно квадратами, я же вот дальше пойду вязать дорожкой, то есть я не буду сейчас обрывать нить, вот она у меня идет, я пойду вязать дальше вот этот рапорт с первого ряда, когда свяжу второй, вот тогда и оборву нить, и эти два получается рапорта будут соединяться между собой только одним швом, то есть не по периметру квадрата, а просто по одной из боковых частей вот этого полотна, которое будет связано уже позже. так вот друзья, я если буду делать мастер-класс, я покажу вам одну очень хитрую вещь, как соединять вот такие моменты полотна филейной сеткой вообще не будет ничего видно, никакого шва вообще не будет видно, у вас будет просто как будто цельнокроеная, цельно связанная, хотел сказать кройная, цельно связанная полотно. И вязать вот такими полосками гораздо легче, нежели вы там будете набирать 400 воздушных петель и вязать допустим на 400 этих петлях. Это очень сложно. Поэтому есть способ соединения вот этих мотивов. Видите, я почему даже здесь в этом квадрате я отошла от схемы. Здесь были по краям заполненные клеточки. Ну, то есть вот такая плотная полосочка шла. Я ее убрала из схемы для того, чтобы потом соединять полотна, чтобы как бы продолжался узор. То есть вот сюда сеточка будет продолжаться, туда будет, ну, туда я сейчас буду вязать, а вот сюда будет следующий мотив, тоже связана вот такая сеточка и соединение будет практически незаметным, а вязать, конечно же, легче. Наговорилась три короба, пишите, очень хочу знать ваше мнение, как вам такой узор, долго, очень долго я его искала, мастер-класса, а я, скорее всего, сегодня начну снимать мастер-класс именно по вязанию вот этого красивейшего узора, я бы сказала, даже какой-то старинный узор, очень напоминает какое-то винтажное кружево. Все, мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео, я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч, с вами была Елена Ситникова, пока-пока.